Мур, привет друг, это Зверько! В свете того, что Бадангу добавят оглушение, я хочу вместе с тобой потестировать предметы и посмотреть, что же и как работает. Во-первых, как добавили, это не просто оглушение, теперь пассивный эффект отталкивания плюс оглушение у стены есть и на первом навыке и на ульте, то есть цель будет оглушена, если за ней будет препятствие. Многие знают, но может кто еще не в курсе, но навыки Баданга являются автоатакой, но не полностью, и это видно на бесконечной битве. То, что она срабатывает после навыков, это понятно, но она срабатывает на первом навыке сразу, а вот на ульте почему-то нет. Зато, если поставить стенку, активировать ульту, а потом убрать стенку тем же навыком, Баданг нанесет ультой чистый урон дважды. Вдобавок, бесконечная битва срабатывает автоматом на первом навыке и можно вручную использовать дважды на втором навыке, когда ставишь стену и когда ее убираешь. Пояс грома тоже вызывает замедление, если мы кидаем первый навык, но с таким количеством оглушения его замедление не очень профитно. Далее, связка, меч охотника на демонов и золотой посох. Эту связку знают наверное все, потому что посох срабатывает и в автоатаке и в ульте. Антихилу вообще не принципиально на что срабатывать, он не срабатывает лишь на второй навык. И гвоздь программы, маска трепета. Напомню, после нескольких ударов цель ловит оглушение на полторы секунды, а кд этой способности маски на тестовом 45 секунд. Но, у Баданга она действует под ультой. И проще ее активировать конечно через стенку второго навыка. Цель получает толчок, оглушение от ульты, потом оглушение от маски, потом можно оглушить еще и первым навыком до исчезновения стенки. Правда неплохо? Но посмотрим, оставит ли феерию оглушение Бадангу на момент обновления. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись видео с друзьями и конечно ставь лапки. Удачи друг! Субтитры сделал DimaTorzok